Здесь музыка и слово слились в поэтике души. Традиционные рождественские встречи собрали в стенах Брестской городской библиотеки имени Пушкина ценители искусства стиха и прозы, живой музыки и акапельного исполнения. Праздник объединил мастеров совершенно разных направлений, писателей, поэтов, музыкантов, всех тех, кто творит для души. Как всегда, традиционно, в нашей Пушкинке мы приглашаем в конце года самых интересных, самых творческих и, главное, талантливых людей. Сегодня у нас три замечательных героя. Которых объединяет, как я уже сказала, талант. Каждый год рождественские встречи проводятся с участием интересных гостей. Тех, кто целый год был на гребне новинок искусства, кто активно работал над новой формой и результатом. В почетном списке два представителя литературной Нивы и педагог-музыкант. Каждый из них видит свою значимость в этом мире по-своему. Однако главная цель все-таки одна – творить, создавать и удивлять искушенную берестейскую публику. Хотя реализуют свой потенциал талантливые люди в совершенно разных направлениях. Я очень много прочитал научно-побулярные книги, научные. Поэтому начало, понимаете, когда вначале детектив она вроде была, а потом это все такой стал уже проходной момент. Кто только там. А тем более телевидение очень здорово помогает этому. Так что тут все-таки познавательная книга, хорошо оформлена, она издается, переиздается, читает и ставит на пуск, и интересуется миром. Так что вот я все-таки последние годы занимаюсь исключительно научно-познавателем. Я, ну, частично поэт-песенник, хотя стараюсь заниматься чистой литературой, вот свободно от репетической основы, потому что, ну, это ближе. А в песнях, понимаете, не скажешь, в песенных текстах не скажешь того, на мой взгляд, у других по-другому, да, не скажешь того, что скажешь в стихотворении, вот, так сказать, отдельном от музыки. В праздничном вечере приняли участие ведущие, музыканты, артисты, поэты города над Бугом. В преддверии Нового года и Рождества все, и музыка, и литературное творчество посвящено надеждам и мечтаниям, чудесам и новым свершениям. Душевность и поэтичность, чувственность и эмоциональность виталия на протяжении нескольких часов в небольшом актовом зале библиотеки. Это подарило гостям и организаторам вечера праздничное настроение и заряд положительных эмоций, которых точно хватит до следующих рождественских встреч в Пушкинке.